Всем привет! В эфире Alvin Sarin Legends. Сегодня мы расскажем о великой личности, о российском и финском философе, писателе, журналисте, общественном и государственном деятеле, а также идеолога финского национального движения об одном из известнейших феноменов XIX века об Йохане Вильгельме Снельмане. Йохан Вильгельм Снельман родился в 1806 году в шведском городе Стокколен. Обучался он в Ободской императорской академии, где учился на отлично. Будучи студентом, Снельман планировал стать священником, однако в 22 года он решил продолжить обучение для того, чтобы получить стипендию кандидата-философа. Необходимо отметить, что, будучи юным парнем, Снельман работал домашним учителем, что в современном мире называется репетиторством. Мы считаем, что нельзя не упомянуть о субботнем обществе, в составе которого был сам Снельман и его единомышленники. Каждую субботу Снельман и его единомышленники собирались в доме одного из его членов и беседовали о философии и эстетике Гегеля с точки зрения финского национального движения, а также развития литературы в Финляндии. Более того, необходимо отметить, что Снельман до 1836 года преподавал латынь в лицее, который был основан членами данного субботнего общества. В одном из его писем к друзьям из Швеции содержатся следующие слова «Финляндия ничего не может взять насильно, сила образования – ее единственное спасение». Также в данном письме Снельман пишет «Шведская элита не имеет ни малейшего интереса к духовному и физическому преуспеянию необразованной части народа. Тем самым Снельман передает свое переживание относительно интеллектуального, духовного, а также физического развития своего народа». Во время летних каникул в разных местах на 2-3 недели Снельман собирал учителей со всего округа, и на данные мероприятия собиралось более 100 человек. На первом сборе учителей Снельман обратился к ним со следующей речью. «Дорогие друзья, я знаю, как тяжела ваша работа. Я знаю, каково вам живется в захолустье, где необразованная часть жителей не ценит вашего труда. Я также знаю ваше тяжелое материальное положение, однако помните, что мы только начинаем великий труд пробуждения народа. Мы словно пионеры новой страны, и на наших плечах лежит ответственность, и мы должны нести всю тяжесть борьбы с народной непроисущенностью». Конечно, после данной речи большинство учителей воодушевили Снельманом и пожелали стать его помощниками. Иоханн Вильгельм Снельман скончался в 1881 году в возрасте 75 лет. 12 мая, в день рождения Снельмана, с 1952 года в Финляндии отмечается День финского самосознания. Писатель Закария Столепиус, единомышленник Снельмана, в своей надгробной речи сказал, «Снельман был народным воином, павшим у своего знамени. Жизнь его с юных лет была борьбой за успех знания, за прогресс, за свободу, за Родину, за право и справедливость. И действительно, у Снельмана и его единомышленников получилось достичь своих целей, результатом чего является сегодняшний высокий уровень образования и культуры в Финляндии. И Финляндия является большим примером для всего мира». Если вы хотите подробнее узнать о Йохане Вильгельме Снельмане, вы можете прочитать книгу «Страна белых лилий» автора Григория Петрова. Дорогие друзья, в заключение хотелось бы сказать, что такая личность, как Йохан Вильгельм Снельман, действительно является большим примером для всего мира. Но нам следует не забывать, что такие личности, как Абай, Брай Алтансарин, Ахмед Байтурсунов, Алихан Белкиханов и вся казахская интеллигенция XIX-XX века также боролась с неспросвещенностью своего народа. И мы, Алтансарин Академия, считаем своим долгом продолжить великое наследие наших предков.